находим по медиа внутри папки old раскрываем ее и видим папку sounds на этой папке правой мышкой и убираем push the file и находим mp3 файл который мы качали выбрали файл загрузился в эту папку теперь рассказываю ради чего все это мы пытаемся сделать гибридное приложение которое работает не получается все прошу вас мы разрабатываем гибридное приложение фронт-энд и бэк-энд которые общаются друг с другом через message порт message порт это если кто-то на себе плюс разрабатывал это что-то вроде named pipe именованного канала этот самый канал позволяет этот самый message порт позволяет общаться двум частям приложения общаться с друг с другом с помощью строк таким образом мы можем сами придумать некий протокол общения фронт-энда с бэк-эндом в данном случае опт-медиа-саунс в данном случае мы выдумываем протокол общения в контент с бэк-эндом сами данный пример реализует плеер для простоты правила пэр одного единственного файла в качестве поиска интерфейса используется в часть нативная часть нативный сервис будет этот файл проигрывать соответственно когда мы ну в плеере как положено есть кнопка play есть кнопка стоп когда мы нажимаем кнопку play мы передаем команду play в нативный сервис нативный сервис вернул нам ответ play этот протокол мы выдумываем сами вместо play я мог написать старт и соответственно обрабатывать уже это нам на протокол мы придумаем сами так чтобы было понятно я запущу это приложение в эмуляторе и вы увидите как это выглядит а потом буду объяснять структуру как это сделать соответственно я правой мышкой кликнул на медиа-юай и выбрал run as tyson web-application у меня это запускается на эмуляторе у вас должно запуститься на устройстве в package вот 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 и А если вы дает ошибку, что тогда в Connection Explorer поставьте фокус на ваше устройство и сделайте Run as a Ryzen Web Application. Получилось? У меня не получилось. Ждем. А можно прокомментировать, как твоим ощущениям быстрее собирается под NC86 или по TAR? О, не знаю. На моем компьютере все медленно собирается. Но на моем другом компьютере, где Ubuntu и никаких корпоративных не на камеру будет сказывать, у меня все летает. Сейчас поставить фокус, снова так же запустить, да? Да, точно так же у нас. Нет? Нет, про архитектуру связывают. Это D. Нужно запустить, по-моему, скомпилировать. Т. 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 Ну да, так если больше, по-настоя, там у нас где-то, там, вправо ещё. Ну, если все эти мероприятия, то непонятно. Почему-то нельзя поменять. Он что-то упустил, с которым... Следующий вопрос. Ну, вот так. Не особо сильно разошлось. В общем, там более проблем. Так, вот вы видите на экране, который выставит из себя web-интерфейс, вы видите протокол общения web-части с нативной частью. То есть вначале идет команда connect, нативный сервис отвечает ready. Дальше после того, как приняли ready, говорим ему давай-ка play. Он отвечает play. То же самое, вызываем stop, он, соответственно, останавливается и выходит. завершает нативный сервис. То есть при старте стартует веб-приложение. Веб-приложение стартует нативный сервис. Так что вы не видите, незаметно для вас. Начинает с ним взаимодействие. После того, как нажимаем на кнопку stop, она его завершает. Для вас все, опять-таки, это незаметно. Давайте теперь смотреть, как это выглядит. Открываем media.ui. Для начала файл index.html. И мы видим здесь обычный простенький html файл. Две кнопочки с id, которые мы будем обрабатывать в JavaScript. Ну, html файл ни у кого затруднение внизу не было. Вся соль в файле main.js. Во-первых, у нас объявляется переменная, в которой через ID, общий ID приложения, у нас записано имя сервиса, медиасервис. Дальше у нас объявляются два имени. Это внешний порт и внутренний порт. Так называемые message-порты. Для аналогии, message-порт – это все равно, что, допустим, у двух людей телефоны. Без телефонов они общаться не могут на расстоянии, а с помощью телефонов, зная номера друг друга, они могут друг другом переговариваться. Message-порт – это некая сущность, которая позволяет нативному сервису… Короче, проблема, что не определено, что там… Был-то architectural media service project из x86. Please check architecture and build configuration. А можете помочь? Вот тоже сам такая же проблема. У меня теперь другая проблема. У меня теперь типор файлов, не, не это… Чего теперь? Может, клиент… А ты под этот подмулятор? Может, закройте? У меня есть? У меня есть. У меня есть, мой эмулятор дай выпускал. То же самое. Не тот самый… У меня подмулятор все собираются. Нет. Эмулятор у меня, в принципе, запустился, хотя я еду будет. Закрой эмулятор вообще. Как бы его закрыть? Можно нажимать. Почему что? О! О! Вот это. Сейчас мы должны вывести окошко, типа. Д atomная Prime. Вот установлены. Ну что-то,idores apologize, STAV. Что-то ушедшего не знаю, сейчас именно не сделаю.